Скажи, Глеб, у твоей доченьки был кризис первого года? Я, честно говоря, даже не представляю, что это такое. То есть у нас как-то так вот всё растёт, развивается, наверное, как у всех нормальных детей. Если мне объяснить, что такое кризис первого года, я, наверное, смогу на этот вопрос ответить. Все родители знают, что у малыша где-то, ну, во всяком случае, говорят специалисты, в 9 месяцев и в год, и в два начинаются капризы. Кроха не хочет делать одно, потом не хочет делать другое, не хочу кушать, хочу мультики. Бросает вещи. Кстати говоря, да, вот, по поводу папа, хочу мультики, ничего больше не хочу, это я с этим сталкивался и не раз. Кельчит, капризничает. Вот как с этим делом бороться, мы сегодня поговорим со специалистом. Сегодня у нас в гостях психолог Юлия Коляга. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, как бороться с этим кризисом и как он вообще проявляется, потому что многие родители просто не понимают. Действительно, кризис очень интересный одного года. Кто-то из родителей успевает его замечать, действительно, кризис происходит. Кто-то так и не понимает, что у ребёнка был этот кризис. Но, по большому счёту, я бы сказала так всем родителям, если у вашего ребёнка появился кризис одного года, радуйтесь. Чаще всего даже в таких ситуациях я говорю, бежим в магазин, покупаем 8 тортов и одну свечку и начинаем. А почему 8? Ну, как у Карлсона. Ага, всё ясно. Ну, хорошо, тогда несколько вопросов дайте свои родителям. Ну, вот ребёнок капризничает. Не хочу есть, хочу смотреть мультики. Что делать? Наказывать? Или либо же давать смотреть мультики и кормить одновременно? А вот есть же много ситуаций, как с этим всем бороться? Каждый родитель выберет для себя свой собственный рецепт. Если мы говорим про кризис одного года, то здесь он будет обусловлен именно тем, что у ребёнка вырос. Кризис, глубокий кризис, он не у ребёнка. Когда родители жалуются на то, что ну что делать с этим ребёнком, кризис настал у самих родителей. Потому что это именно родители не успевают за возросшими возможностями и потребностями ребёнка. Ведь суть кризисов заключается именно в том, что к году дети начинают ходить и разговаривать. А это нам знак какой? Мама, я вырос и готов от тебя отделиться. А мама не готова? А мама, конечно, не готова. И поэтому кризис тем сильнее, чем больше родители этому сопротивляются, чем больше они хотят всё оставить неизменным и вернуть на место ребёнка. Мама его носила целый год на ручках, она его вела за собой, а ребёнок вырос, начал ходить, он повёл за собой маму. И у родителей появляется прекраснейшая возможность организовать взаимодействие с ребёнком на абсолютно новых условиях. На том, чтобы делать не для ребёнка что-то, а вместе с ребёнком. Играть в игрушки, заниматься какими-то предметными действиями. И поэтому, если ребёнок капризничает, он этим только заявляет. Я вырос, посмотрите, изменитесь, я могу чуть больше. Позвольте мне это. Организуйте это пространство. Очень часто мы знаем, что в год родители начинают ребёнку сажать в манеж. Закрывать полностью одни вовсе ящики. Знаете, вот этот скотч, резиночки. У меня, когда младший брат вот как раз-таки это делал, мы завязывали, но он сидел и занимался где-то около получаса делом. Он развязывал. И была тишина, и всем нравилось. Да, здорово, не мешает. Очень хороший рецепт в этом случае. Не сажать ребёнка в манеж. Отдать ему как можно больше пространства, сделать его безопасным. А вот эти ящички и полочки наполнятся интересными игрушками. И тогда, открывая ящик, ребёнок будет открывать мир. А куда же положить всё то, что там раньше лежало? Всякие кастрюли, крышки от кастрюли. Кастрюли и крышки – это достаточно безопасные предметы для ребёнка. И поэтому, если мы ему их отдадим, это будет здорово. Ведь дети почему ломают игрушки, родители часто на это сетуют? Потому что у многих родителей есть представление, что ребёнок вдруг почему-то сам научится взаимодействовать с предметами. Никогда такого не будет. Ведь для того есть родители у ребёнка, чтобы научить его взаимодействовать с этими предметами. Мы ему показываем, ребёнок на это смотрит и научается. Юлечка, скажите, а вот как ребёнка, ну в данном случае, это, наверное, уже немножко постарше, два годика, если он насвоил уже iPad и телевизор, самое главное, знает, как одно и другое включается, и где там что найти. И как они синхронизируются между собой, чтобы показать мультики на большом экране. Что нужно сделать для того, чтобы ребёнка отречь от всего этого? Потому что мультики, конечно же, это заполняют жизнь и игрушки. Что с этим делать? Ну, если такая общая рекомендация, то, конечно же, желательно в этой ситуации родителям не просто выключиться из общения с ребёнком, как это часто происходит, когда мы включили ему мультик, и мы занимаемся своими делами. Это заниматься именно с ребёнком, увлечь его другой игрой, другим делом, пойти с ним на улицу погулять, что-то вместе помастерить, да, поиграть в красками даже, порисовать пальчиками, да, это будет очень здорово. Поэтому, если мы ребёнка переключаем на другое действо, тогда ему нет надобности находиться в этих мультиках без конца. Самое главное ещё и родителю переключиться от того, что всё было плохо и шумно, а сейчас всё хорошо и спокойно. Спасибо большое. Юль, были рады вас видеть. Как всегда, очень мудрые советы. Я думаю, что родителям, которые смотрят сейчас телевизор, будет очень полезно услышать всё то, что вы для них сказали. Субтитры создавал DimaTorzok